Добро пожаловать на шестой урок «Неотступный»! Мне нравится это. Тема этого урока «Снаряди себя». Это материал 8 главы. Вы можете присесть и сразу начнем. «Снаряди себя». Я хочу прочитать вам местописание из книги Петра. Это драгоценное, драгоценное местописание, потому что оно так сильно проговорило в мою жизнь. Петр говорит в главе 4 стих 1. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающей плотью перестает грешить. Хочу, чтобы вы представили себе страну, которая идет на войну без танков, самолетов, кораблей, автоматов, патронов, ножей и оружия. Это нелепо! Что может сделать такой народ на войне? Они победят? Я спросил, они победят? Будут ли они бороться? Выживут ли они? Нет, я думаю, что множество будет убито сразу, и остальные окажутся военнопленными. Как бы это нелепо ни выглядело, это похоже на верующего, который не снаряжен для страданий. Многие верующие безоружны. Почему? Потому что, когда испытания приходят в их жизнь, они оказываются в состоянии шока, недоумения и изумления. И вместо того, чтобы действовать, они реагируют. Вы со мной? Снарядитесь и будьте готовы страдать так, как Иисус. Вот о чем пишет Петр. А как Иисус страдал? Мучили ли его грехи? Нет. Но я уверен, что ему пришлось противостоять греху. Срадал ли он от болезни или немощи? Нет. Но я уверен, что ему пришлось сражаться с ними. Неужели ему не хватало средств, чтобы оплачивать счета или завершить свою миссию? Нет. Но я уверен, что ему приходилось уповать на божественное обеспечение. Он был испытываем во всем. Нет ничего, не переживаемого вами, что не переживал бы он. Верно? Страдание, которое Иисус перенес, как видно из контекста послания Петра, заключалось в несправедливом обращении к нему власть имущих. Я считаю это высочайшим уровнем страдания, описанных в Новом Завете. Это было самым тяжелым испытанием для Павла. Его били камнями пять раз. Его три раза бичевали. Его били палками. Он был в опасности от своих соотечественников, иностранцев и лжебратьев. На него клеветали. Его высмеивали. С ним жестоко обращались. О нем лгали. Его оскорбляли. Его ложно обвиняли. И этот список продолжается. И он предостерегает всех нас. Итак, кто хочет жить благочестиво, все скажите благочестиво. Вы Христе Иисусе будьте гонимы. Если вы благочестивы, вы будете гонимы. Вы со мной? Если вы живете, как этот мир, вы не будете гонимы, так как вы не идете против течения. В действительности, вы военнопленные. Вы находитесь в плену у врага. Вы не завоевываете земли для царства. Я считаю, что солдаты, которые способствуют продвижению царства, это те, которые находятся на передовой под шквалом пуль. Они те, которые отсиживаются в лагере для военнопленных и питаются там три или два раза в день, находясь в содержании у врага. Аминь. Если вы проходите через всевозможные трудности и испытания, поднимите руки и скажите, «Я способствую продвижению царства». Аминь. Аллилуйя. Мы живем в мире, который противоположен и враждебен царству Божьему. Это причина наших страданий. Аминь. Сейчас я хочу поговорить о разнице между тем, кто вооружен, и тем, кто не вооружен. Пилот коммерческой авиации должен каждые шесть месяцев проходить стажировку. Что такое стажировка? Он занимается на авиатренажере-симуляторе два-три дня. Что такое высокотехнологичный авиатренажер? Это комплексная компьютерная система, являющаяся точной копией кабины экипажа самолета, на котором пилоту предстоит летать. Там есть визуальная система, которая отображает, что происходит снаружи, и большой массивный компьютер, установленный на подвижной платформе. Проще говоря, когда вы находитесь в авиатренажере, вы не можете отличить это от настоящего самолета. Настолько это реально. Вы следите за моей мыслью? Что происходит в авиатренажере? В течение трех дней пилот, проходя через все, что только пилот может испытать в полете, его заставляют испытывать сильную турбулентность, двиг ветра и экстремальные погодные условия, неполадки в моторе, посадочном шасси, и это только начало списка. Верно? Пилоты в этом тренажере могут испытывать крушение самолета, но послушайте меня внимательно. Так они проходят обучение. Но вы знаете, многих авиакатастроф удалось избежать, потому что эти пилоты были подготовлены к различным ситуациям на этих авиатренажерах. Вы со мной? Я вспоминаю авиакатастрофы, которые произошли до 11 сентября, в те времена, когда в маленьких самолетах не было дверей между салоном и кабиной экипажа. Вы припоминаете эти дни? Этим я выдаю свой возраст. Было время, когда, сидя в самолете, я мог видеть взлетную полосу. Почему? Потому что самолеты были маленькими, и у них не было дверей. И вот один из таких самолетов разбился. И когда нашли черный ящик, их поразило, насколько поведение пилота отличалось от поведения пассажиров. Пилоты говорили, флюгировать винт. Есть. Поднять закрылки. Есть. Выпустить шасси. Есть. Они не теряли самообладание, они действовали. Пассажиры кричали. А-а-а! Так? Пилоты были снаряжены и подготовлены, пассажиры нет. Чего я хочу добиться на этих уроках? Я хочу снарядить вас. Друзья, мы с вами находимся на авиатренажере-симуляторе, и мы наполняемся Словом Божьим, чтобы мы могли справиться с испытаниями. Я никогда не забуду, как летел на самолете на высоте более 11 тысяч метров и сломался затвор двери. Это было так громко. Но оказалось, что пилот был бывшим летчиком-испытателем. Был такой громкий звук, и внезапно сверху вылетели желтые штучки. Вы знаете, такие маски, которыми вас учат пользоваться, и о которых вы думаете, что они никогда не понадобятся. Я одеваю эту штуку изо всех сил, борюсь со страхом. Я знал, что нужно молиться и молиться. Итак, я молился в духе, и я сказал, страх, ты не завладеешь мной. Мы идем на посадку. Мы снижаемся со скоростью более двух километров в минуту. Это был потрясающий полет. И я помню, как самолет с высоты 11 тысяч метров снизился до 3 тысяч метров. Этот пилот держал ситуацию под контролем. И он посадил самолет, и вы не поверите, как я гордился им и хвалил его. Друг, ты просто потрясающий. Так? Вот это цель моего послания. Я хочу, чтобы вы были как этот военный пилот. Да? Аминь. Будьте снаряжены. Есть вещи, которые нам нужно знать и принять в наш дух. Вы со мной? Первое, что нужно знать, чтобы быть снаряженным и подготовленным. Испытания придут. Это неизбежно. Иисус сказал, в мире вы будете иметь скорбь. Греческое слово «флипсис» невозможно, а точно. Другими словами, позвольте пояснить это. Если вы дышите, у вас будут скорби. Аминь. Павел сказал, многими скорбями надлежит нам войти в Божье верховное правление. И он также пишет следующее. Никто не должен удивляться этим страданиям, потому что мы для этого предназначены. Мы предназначены для страданий, как солдат, идущий на войну. Ни один хороший солдат не идет на войну с целью проиграть. Он стремится одержать победу. Он принял решение сражаться, преодолевая трудности, скорби, чтобы достичь цели победы ради своего царя и страны. Мы на войне, друзья. Вы думали, что у нас будет спокойная жизнь, если вы решите последовать за Христом? Ха! Вы знаете, есть такие проповедники, которые говорят это своим слушателям. У вас будет потрясающая жизнь теперь, и это будет утопия. Обманщики! Я думаю, они просто не читали слов Иисуса. Иисус сказал, когда Слово Божие будет посеяно, то настанет скорбь и гонение за Слово. Мне нравится новый живой перевод Библии. Иисус говорит, у них будут проблемы и гонения, потому что они верят Слову. Друзья, когда вы пришли к Иисусу, вы подписались на скорби. Будьте готовы к этому. Но вы знаете что? Будьте как вооруженный и подготовленный солдат. Говорите, ну давай же. Вы понимаете, о чем я говорю? Я готов принести славу моему царю. Аминь. Второе. Сейчас позвольте мне сказать следующее. Я хочу повториться. В жизни вы будете иметь скорби, но вы не должны проигрывать ни одной битвы. И от всех их избавил меня Господь. Второе, что нам необходимо знать для того, чтобы быть снаряженными, это то, что вы не переживаете ничего необычного. Нет ничего нового под солнцем. Послушайте, что говорит Бог в 1 Коринфянам 10-13. Никакое испытание или искушение, постигшее вас, не превосходит того, что приходилось переживать другим. Все, что вам нужно помнить, это то, что Бог никогда не подведет вас. Он никогда не допустит испытания сверх сил. Он всегда будет рядом, чтобы помочь вам пройти через Него. Вот это да! То, через что вы проходите, кто-то уже испытал на себе и преодолел. Ничего свыше наших способностей. Вот две важные вещи из этого местописания. Вы не переживаете ничего нового. И второе, вы не будете испытывать ничего сверх сил. Перевод «Радостная весть» говорит, Бог верен. Он не допустит испытаний, которые были бы вам не по силам. Неважно, через что вы проходите, Бог дает вам силу оставаться непоколебимыми. У дьявола нет свободного доступа к вам. Я повторю, у него нет свободного доступа к вам. Его атаки, которые он спланировал, должны получить разрешение Всемогущего. Ваш отец не является автором или вдохновителем испытаний. Он допускает их для того, чтобы вы побеждали врага и приносили славу для него, завоевывая земли для Царства. Мне нужно повторить? Мне нужно повторить. Ваш отец не является автором или вдохновителем испытаний. Он допускает их для того, чтобы вы, побеждая врага, приносили славу для него, завоевывая землю для Царства. Был один великий писатель в ранней церкви, его имя Тертулиан. Он был одним из отцов ранней церкви в Северной Африке и жил в 160-е и 230-е годы. Хочу, чтобы вы послушали, что он написал. Он сказал, послушайте внимательно, потому что эти люди писали иначе, чем мы пишем и говорим. Но послушайте, это потрясающе. Представляя разрешение для сатанинских планов, Бог действовал в соответствии с целью своей благости. Он отложил уничтожение дьявола по той же самой причине, что он отложил искупление человека. Ибо он предоставил место для конфликта, в котором человек мог бы победить своего врага, с такой же свободой своей воли, которая заставила его поддаться сатане. И это позволяет человеку достойно восстановить свое спасение через победу. Таким же образом, дьявол получает более жестокое наказание, будучи побежден тем, кого он ранее ранил. Таким образом, Бог открывается нам как намного более благой. Это прекрасно. Бог дал нам привилегию выбора бить врага. Таким образом, мы в какой-то мере мстим врагу. О, Бог так прекрасен! Я говорю вам, Бог так прекрасен! Враг уже не может смеяться над делом рук Божьих, как он сделал после греха падения Адама в саду. Но Иисус пришел и поразил его на собственной территории. И он дал нам привилегию закончить его дело. Павел сказал, «Я рад, когда я страдаю за вас в моем теле. Я завершаю страдания Христа за Его тело, церковь». Вы слышите, что сказал Павел? Многие проповедники не проповедуют это местописание. Позвольте мне прочитать еще раз. «Я рад, когда я страдаю за вас в моем теле. Я завершаю страдания Христа за Его тело, церковь». Если прочитать эти слова без должного понимания, можно ошибочно предположить, что страданий Иисуса было недостаточно для нашего искупления. Это было бы кощунством. Вот почему многие избегают это местописание. Наша привилегия завершить работу, необходимую для продвижения царства до края земли, была передана нам Иисусом. Это как в притче, которую я рассказал вам на предыдущем уроке, о короле, который победил нацию, славный король. И потом он поручил своим слугам взять крепости, замки и стены, которые построил враг. Чтобы закрепить победу. Это война. Иисус дал нам привилегию выполнить его задачу. Есть сопротивление в этом процессе, и оно производит страдания, но это победоносное страдание. Важно помнить это, что различные невзгоды, с которыми мы сталкиваемся, кто-то уже решил и преодолел их. Петр сказал, будьте тверды в вере. Помните, что ваши верующие братья и сестры по всему миру проходят через те же самые скорби, что и вы. О, это сильно. Первое послание Петра, глава 5, стих 9. Триумфальные страдания, которые случаются на пути к победе. Вот о чем он говорит. Триумфальные страдания, которые случаются на пути к победе. Не депрессия и уныние, как некоторые проповедуют. И третье. Вам не нужно проигрывать. Иисус проповедовал в Луке 10, 19, «Се», послушайте, здесь есть восклицательный знак после слова «послушайте». Другими словами, «послушайте мои слова». Он говорит, «Се даю вам власть наступать на змеи-скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». В этом утверждении заключен глубокий смысл. Прежде всего, послушайте, со знаком восклицания. Это не частичная власть, а полная власть. Он не дал нам немножко власти над силой вражей. Он дал нам всю власть над всей силой. Послушайте перевод короля Иакова. Он говорит, «Я даю вам власть над всей вражьей силой». Это перекликается с молитвой Павла в послании к Ефессианам, 1, с 19 по 21 стихи. Он сказал, «И как безмерно величие и могущество его в нас, верующих, по действию державной силы его, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем». Аллилуйя! Послушайте, «превыше». Не только выше. «Превыше». Хорошо. Чтобы поддерживать эту мысль, вот еще один потрясающий факт. Это из 1 Иоанна 4,4. «Дети, вы от Бога и победили их, духов Антихриста. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Дух Антихриста — это источник всех скорбей. И тот, кто победил его, это тот, кто живет в нас. Помните, когда враг приближается к вам, вы должны указать ему на Иисуса. Отойдите на шаг и скажите, «Иисус!» Почему? Как это сделать? Потому что вы являетесь телом Христа. Эта рука не отличается от этого лица. Идентичная генетика. Когда я показываю мою руку, я показываю себя. Вы понимаете, о чем я говорю? Моя сила. Мы — тело Христа. Вы знаете, где заключена сила в моем теле? Где проявляется моя физическая сила? Не в моей голове. В моем теле. Сейчас, когда вы сопоставите это со словами Тертулиана, вы скажете, «О, что за план Бог разработал для нас?» Но мы становимся религиозными, и все идет насмарку. Знаете, нам просто надо выжить, потому что скоро будет вознесение на небеса. Как нелепо. Мы не в состоянии выживания. Мы в позиции нападения. Если вы действительно хотите знать правду, если вы действительно хотите знать правду, то дьявол находится в состоянии выживания, потому что он у ворот. Врата не движутся. Мы в движении. Он пытается только удержаться. Аминь. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Как часто мы торжествуем? Мы торжествуем или побеждаем всегда, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Почему? Потому что вера дает нам доступ к благодати Божией, и благодать — это Божье оружие. Это Его мощное оружие. Аминь. И четвертое. Это почти совпадает с третьим пунктом. Благодати достаточно, чтобы выиграть каждую битву. Благодати Божией в нашей жизни достаточно, чтобы выиграть каждую битву, которая нам предстоит. Благодати Божией в вашей жизни достаточно, чтобы выиграть каждую битву, которая вам предстоит. Апостол Павел терпел личные испытания. Он говорит об этом во 2 Коринфянам, 12 главе. Он говорит, «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Это местописание вызывает много противоречий. Если быть честным, то я даже не знаю почему. Если люди читали бы Библию, то не было бы никаких споров. Но, к сожалению, традиции, религиозные проповедники сделали это местописание спорным. Первый спорный вопрос – «Кто дал Павлу жало вплоть?» Хорошо, я с уверенностью скажу, что это не Бог. Откуда мне это известно? Потому что апостол Иаков говорит, «Не обманывайтесь». Итак, если вы хотите быть обманутыми, тогда не верьте этому. И я считаю, что обман – это очень страшно. Самое сложное в обмане – это то, что он вводит в заблуждение. Человек, который обманывается, верит всем своим сердцем, свою правоту. Но в действительности он не прав. Это страшно, да? Итак, Иаков говорит, «Вы хотите удержаться от обмана?» Вы не хотите быть обманутыми? Послушайте, что я хочу вам сейчас сказать, мои дорогие. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходят свыше от Отца Света, у которого нет изменений и ни тени перемены. Даже ни тени изменения». Мы обманываемся, если мы считаем, что не все доброе и совершенное нисходит от Бога. И послание к сатане – это уж точно не доброе. Кто-то может заметить, но в какой-то степени это было доброе, потому что это удержало Павла от гордости. Почему вы не слышите, о чем говорит Иаков в послании Иакова 1.13? Иаков говорит, «Потому что Бог не искушает злом, и Сам не искушает никого. Он не является вдохновителем или автором этого». Аминь. Посмотрите на последнее утверждение. «Бог не искушает никого». Поймите это. «Всякое зло, с которым вы сталкиваетесь, не исходит от Бога». Второе противоречие, пояснение которому займет у меня чуть больше времени, это вопрос о том, что за жало было в плоти Павла. Некоторые учителя говорят, что это была болезнь, проблема с глазами, или еще какая-то физическая немощь. Они делают неправильные выводы из слов Павла, и я прочитаю вам его слова. Это стихи 8 и 9. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила, моя сила, совершается в немощи, или слабости». Скажите все, «слабости». И потому, говорит Павел, «Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами». Все скажите «немощи», чтобы обитала во мне сила Христова. Здесь я выделил слова «слабости» и «немощи». Я хочу посмотреть на оба слова и обратиться к греческому языку. Прежде всего, давайте посмотрим на слово в конце этого местописания. Давайте посмотрим на слово «немощи». Слово «немощи» — это греческое слово, которое встречается 12 раз в Новом Завете. В Евангелии оно преимущественно используется для обозначения физического недуга или болезни. Тем не менее, в посланиях это в первую очередь используется для определения человеческой слабости. Другими словами, это наша неспособность совершить или преодолеть что-то собственными силами. В этих случаях это не относится к физической немощи. Хорошо. Римлянам, глава 8, стих 26. Я покажу вам один из таких случаев. Помните, это слово появляется 12 раз в Новом Завете. Вот один из случаев в Римлянам, 8, 26. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах, слабостях наших». Слово «слабости» — то же самое греческое слово, которое Павел использует в значении «немощи». Дух Святой подкрепляет нас в слабостях. Во втором послании к коринфянам оно переводится как «немощи», ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Я думаю, что мы все можем согласиться с тем, что не все христиане имеют немощи или болезни. Когда Павел говорит «также и Дух подкрепляет нас в немощах или слабостях наших», он говорит о человеческой неспособности. Что такое наша человеческая неспособность? Незнание того, как нам молиться. Например, моя мама живет сейчас в Веробич, штат Флорида. Может быть, сейчас она переживает какой-нибудь кризис. Я могу и не знать об этом. Вот это моя способность, потому что мой разум не знает, что с ней происходит, но Дух Святой знает, и Он может помочь мне в моей неспособности и вложить в мое сердце желание молиться за нее. Вот о чем он говорит. Итак, Бог говорит о моей неспособности, которая преодолевается Его способностью. Вам понятно это? Хорошо, вот еще одно местописание. Евреям 4.15 «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в слабостях наших». Это то же самое греческое слово, которое переводится во 2 Коринфянам как «немощи». «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших» или «слабостях», который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Слабость — это наша человеческая неспособность в сравнении с Божьими способностями, но это не болезнь. Вы со мной? Итак, давайте вернемся к тому, что говорит Павел. «Я знаю, что говорю здесь несколько ученым языком, но я должен доказать эту точку зрения. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но он сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила, моя сила, совершается в твоей немощи, слабости». Вот почему Павел сказал, «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». А сейчас вы готовы? Я выделил эти два слова. Вы хотите знать, почему? Потому что это одно и то же греческое слово. «Слабость» — это то же самое греческое слово, что и немощь. И позвольте мне доказать вам это. Я прочитаю вам из других переводов. Позвольте мне сказать вам, как это можно было бы перевести. «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, в человеческой слабости». Вот почему Павел говорит, «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, или человеческой слабостью, чтобы сила Христова обитала во мне». Не становится ли это более понятным сейчас? Если бы я сейчас прочитал так, как многие проповедники читают или же переводят это, это бы читалось вот так. «Сила моя совершается в физической болезни». Итак, если Христос дает мне свою силу, тогда я охотнее буду хвалиться своими болезнями. Видите, насколько это глупо, когда вы понимаете смысл верно. Сейчас я зачитаю из современного перевода Библии на английском. «Моя сила действует сильнее всего, когда ты слаб». То если Христос дает мне силу, тогда я буду хвалиться тем, насколько я слаб. Давайте не будем останавливаться на этом. Давайте прочитаем это письмо в контексте. Разве это не хорошая мысль? Он говорит о его неспособности в том, что он переживал, как раз в предыдущей главе. «От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение, ночи день пробыл во глубине морской. Много раз был я в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и в жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. То же самое греческое слово. Какая же у него была немощь? Его неспособность справляться с этими вещами. Вы понимаете это? Здесь не говорится о глазах или физических проблемах. Хорошо? Павел не мог своими силами предотвратить или остановить эти неожиданные трудности и страдания. По этой причине он пишет, я буду хвалиться тем, что показывает, насколько я слаб. Чтобы рассмотреть этот вопрос еще глубже, давайте посмотрим, как жало в плоти используется в Писании. Оно встречается в Писании трижды, и все три раза в пятикнижье. В первых пяти книгах Ветхого Завета. Хорошо, позвольте мне привести еще один пример. Число 33-55. Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами в глазах ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. Это не имело никакого отношения к болезни. Речь идет о жителях Ханаана, которым они позволили там остаться. Павел знаток Библии, но он не будет использовать этот термин в другом контексте, нежели Моисей. Понимаете, насколько это глупо? Этот вопрос не должен был вызывать противоречий. Самое любимое здесь у меня — это сдвиг парадигмы у Павла. Все скажите, сдвиг парадигмы. Павел жаловался не на то, что нужно. После его третьей мольбы Господь, наконец, сказал, «Я его просвещу». И вот что Бог говорит Павлу. Я перефразирую его слова. Павел, ты это еще не понял? Я дал тебе благодать, власть над всей силой вражей. Моя благодать, моя сила — это все, что тебе нужно, потому что она проявляется во всем, что ты не можешь преодолеть в своей человеческой неспособности. Иными словами, чем больше противостояния, тем больше проявление моей благодати, моей силы. В своей жизни ты увидишь, если только будешь верить. Как только Павел понял это, произошел сдвиг парадигмы. Что такое сдвиг парадигмы? Это радикальное изменение образа мыслей. У Павла произошел сдвиг парадигмы, и это видно в Писании. Он уже не просит, чтобы от него удалили это жало, но он радостно пишет. Послушайте меня, вы готовы к этому? Я радуюсь. Я хочу, чтобы эти слова вошли в ваш дух. Немощем, оскорблением, скорбям, гонениям, трудностям. Потому что, когда я немощен, именно тогда я и силен в благодати Бога. Иными словами, в моей человеческой неспособности проявляется Божья благодать и выводит меня за рамки моей неспособности. Вы со мной? Расширенный перевод Библии говорит «Я доволен и наслаждаюсь». Современный перевод Библии на английском говорит «Я рад». Павел не мазохист. Он просто понимает, что чем серьезнее битва, тем могущественнее сила благодати, тем больше победы для моего царя и царства. Вам понятно это? Как здорово! Я зачитаю это вам. Большое сопротивление требует большой силы преодоления, которая производит величайшую победу. Большинство людей не рады серьезным трудностям. Обнаруженная Павлом истина не укоренилась в их сердцах. Они не понимают, что любое противостояние — это возможность для двух вещей. Во-первых, в них проявляется больше силы. Во-вторых, будет рост до следующего уровня зрелости и царствования во Христе. Это слово от Бога изменило парадигму Павла. Он написал во втором послании к Коринфянам в 56-м году до нашей эры. Если перелистнуть несколько лет, то мы знаем, что он пишет послание к римлянам. Посмотрите, у него совсем другое отношение к этим вещам в послании к римлянам. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Но все сие преодолеваем силу воздубившего нас. У него произошла полная смена парадигмы. И мы видим это во втором послании к Коринфянам. И теперь у Павла такая позиция. Пусть будет сопротивление, тогда я смогу одержать великую победу во Христе. Вот какой итог этому уроку я хочу подвести. Не смотрите на испытания, как на препятствия. Смотрите на них, как на возможности. Мы снаряжены и вооружены, когда мы сохраняем оптимизм в душе и мыслях в отношении трудностей до, во время и после сражения. Мы можем иметь позитивное отношение, потому что мы считаем испытания не препятствиями, а новыми возможностями. Позвольте подытожить это так. Если Бог за нас, кто может быть против нас? Увидимся на следующем уроке. Как можно видеть благодать Божью и все равно не доверять Его Слову? На следующем уроке вы узнаете, как истинное смирение дарует нам доступ к Божьей силе, а ложное смирение и гордость делают нас уязвимыми для врага. Продолжение следует...